Смотрите сегодня в выпуске. Туристический маршрут Серафим Саровский от Тамбова до Сарова появится в России. Пруд Боровой или Тропа Здоровья стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства. Как привлечь кадры в производство? Молодежная стратегическая сессия прошла в Сарове. Подробности далее. Дефицит кадров, низкий престиж рабочих профессий, отсутствие единой концепции, многоуровневой профориентации, детский сад, школа, СПО, ВУЗ. Такие проблемы члены молодежного парламента выделили на стратегической сессии подготовка высококвалифицированных кадров на производстве. Свои предложения по их решению юные политики разрабатывали на протяжении нескольких часов. Вообще молодежь и молодежный парламент в частности очень озабочены этой проблемой и мы стараемся вносить те предложения, которые вместе с депутатами законодательного собрания и вместе с правительством Нижегородской области потом воплотятся в реальные проекты, которые помогут развитию кадрового потенциала нашего региона. Идей на тему, как выиграть битву за молодые умы, было много. Члены молодежного парламента предложили возродить систему наставничества на предприятиях. По их мнению, эта практика незаслуженно забыта. Нужно восстанавливать престиж наставника, не стесняться материальные поощрения, моральные поощрения наставников. В общем, многое просто нужно восстановить из того, что было и совершенно незаслуженно забыто. И, конечно, в новых условиях обновить те традиции наставничества, которые всегда были в нашей стране и в нашем регионе совершенно точно. Для того, чтобы соединить теорию с практикой, предложили включить промышленников в ученые советы вузов. Студентам показать внутреннюю кухню заводов, чтобы они имели четкое представление о будущей профессии. Итоги кропотливой работы представили эксперты. Сессия, которая прошла здесь, это только начало большой работы. Очень мне понравилась глубокая проработка тем. Видно, что ребята не только здесь вот сейчас сходу набросали какие-то поверхностные идеи. Это очень глубокая работа до сессии. Это было заметно. Евгений Борисович об этом уже знал, как я понимаю. И посмотрим, посмотрим, в какие дальнейшие конкретные действия инициативы это вылится. По итогам стратегической сессии составят итоговую резолюцию. Те решения, которые вошли в нее, члены молодежного парламента региона проработают совместно с комитетами законодательного собрания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Горожанам вновь предлагают выбрать территорию, которую будут благоустраивать. Чтобы город Саров продолжал участвовать в федеральном проекте, мы должны обеспечить надлежащее голосование по отбору общественных пространств в рамках проекта ФКГС, как мы говорим. У нас в этом году две территории – это Тропа здоровья и Пруд Боровое. Поэтому мы надеемся, что наши горожане определятся с выбором. После того, как будет известна территория победитель, пройдет общественное обсуждение ее благоустройства. Уже потом специалисты приступят к проектированию. Но и предварительная концепция того, что хотелось бы увидеть в этих местах, уже есть. Например, благоустройство Борового предполагает создание фонтана в центре водоема, зон пикников, спортивных и детских площадок. На Тропе здоровья в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие. Потому что на некоторых участках оно вообще практически разрушено. Для того, чтобы замкнуть кольцо, чтобы вот эта дорожка стала в том виде, который удобно для нашим горожанам, в том числе появилась возможность ее очистки надлежащим образом. Это устройство различного вида тренажеров для занятий массовым спортом. Это предусматривается в том числе и обустройство детских игровых комплексов. Так как рядом находится экологический троп, на Тропе здоровья хотят установить информационное табло и видовые площадки. Проголосовать за одну из предложенных территорий можно на сайте fkgs.golosza.ru. Для этого понадобится аккаунт госуслуг или подтверждение номера телефона через СМС или звонок. Отдать свой голос можно до конца мая. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на выбранной территории начнут в 2024 году. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоимость объекта порядка 380 миллионов рублей. Если сделать индексацию на этот год, это еще как минимум 5%. Что касается детского сада в два-сторонном микрорайоне, там подрядчик не справился, не сделал фактически. Решается вопрос о расторжении с ним. Но мы предварительно, оценивая ситуацию и параметры земельного участка, выезжали в Нижний Новгород на типовые детские сады, которые были построены по численности, которые 120-140 человек, то есть как проектно там примерно и нужно. Есть типовой проект, недорогой. Вполне возможно приземлить его в наши условия. Напомним, вопрос со строительством детских садов в 21-22 микрорайоне тянется уже несколько лет. Без областной поддержки город не может найти финансирование. За лето станет ясно, можем ли мы представить на участие в региональных программах. До 1 июня города будут направлять заявки. Однако депутаты считают, что этого недостаточно. Нужно посмотреть, сколько в бюджете на 23-й год на сады выделено. Примерно подумать, что на 24-й год будет то же самое, плюс-минус. Ехать к конкретному чиновнику, который принимает решение, и с ним разговаривать, чтобы было понимать. Мы должны понимать, и вы должны понимать, представление иметь. Даже если они говорят нет, хорошо сказать, скажите, когда да. Мы должны понимать, 25-й это год, 26-й, сколько держать там участок, как нам планировать свои софинансирования, еще что-то, те же средства на подключение, как нам с очередью быть. Ну, нужно руку на пульсе держать в каждом таком конкретном вопросе. Ногами, только ногами. И в кабинеты. Только так. Если вас туда не пускают, ну, давайте вместе это делать. Депутаты решили проработать этот вопрос и обратиться во всевозможные инстанции, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Туристический маршрут «Серафим Саровский» от Тамбова до Сарова появится в России. Маршрут начнется с Мамонтовой пустыни, затем пройдет через Маршанск, Нижний Новгород, Эрзамас и Девеева. Рассказала на открытии научно-исторической конференции заместитель главы Тамбовской области Евгения Михалина. Хочется сказать большое спасибо главе Тамбовской области Максиму Борисовичу Егорову, потому что действительно по его поручению этот маршрут разработан. И благодаря вам, коллегам, он достаточно быстро воплощается в жизни. Это не может не радовать. Действительно, как говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что нужно всем объединяться. Межрегиональное сотрудничество. У нас это с вами прекрасно получается. Надеемся, что же скоро маршрут будет радовать всех желающих своим появлением. Научно-историческая конференция проходит в 13 раз. В последний раз в Сарове ее проводили в 2018 году. В этом году она приурочена к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова. В стенах художественной галереи собралось более 40 ученых, искусствоведов, краеведов и коллекционеров со всей страны. В моем докладе я буду рассказывать о ближней постройке, как вообще она сложилась, какие там первые были постройки, что и в какое время строили после того, как отца Серафима там уже не было. И, соответственно, соображения о том, что там сейчас стоит. Также в рамках конференции известный краевед и искусствовед из Тамбова Марина Клемкова презентовала свою книгу «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». В ее основе архитектурные документы Тамбовского и Саранского архивов. Но главная ее особенность в том, что иллюстрации составляют дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Тамбова из частных коллекций. «Открытки очень ценны тем, что они доносят до нас именно архитектурный облик всего комплекса и, собственно, каждого отдельного здания. Поэтому открытки играют огромную роль для сохранения культурного наследия, для реставрации, ну и вообще для представления, какая была строительная техника в этом периоде». По итогам конференции будет издан сборник основных докладов, доступный широкому кругу читателей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 18 тысяч рублей вместо привычных шести. Такую платежку по комослугам за март получила мама Надежда Першина, инвалид-колесочник. Заплатить больше обычного жители дома на Курчатова-18 были готовы, поскольку знали, что в этом месяце управляющая компания проведет перерасчет за общедомовые нужды. Но то, что итоговая сумма в платежках увеличится в два, а то и в три раза, для них стало неприятным сюрпризом. «Мы стали разбираться со всеми жителями дома, почему нам насчитали такие платежи. У нас был перерасход горячей воды и отопление. Примерно по отоплению мы истратили 2000 кубометров горячей воды. То есть у нас здесь три бассейна «Дельфина». Только горячей воды, без учета холодной. По холодной претензий нет, по электричеству даже наоборот. Сминусовали, скорректировали». Куда могло уйти 2000 кубометров воды – один из первых вопросов, который жители дома задали директору центра ЖКХ Николаю Шестопалову. Ответ – кто-то из соседей потребляет воду в обход счетчиков. Возможно, использует специальные магнитные счетчики, либо установил в квартире теплые полы. Участники общедомового собрания пришли к выводу, что готовы показать представителям управляющей компании свои квартиры, чтобы те сами проверили состояние счетчиков. «Мы готовы им предоставить, если мы говорим о том, что теплые полы или магнитные на счетчик, мы все жители дома готовы предоставить допуск в квартиры, чтобы они посмотрели, провели оценку. От того, что есть ли там магнитные пломбы на счетчиках, есть ли у нас эти горячие полы и так далее. То есть мы считаем, что просто это неправомерно». В сентябре тепло в этом доме считают по одной восьмой норматива, пояснили представители управляющей компании. Это около 128 тысяч с дома за месяц. С декабря сумма выросла до 140 тысяч рублей. Расчеты по нормативам объяснили тем, что в доме не установлен счетчик на отопление. Поздние жители выяснили, что счетчик установлен и опломбирован, но в эксплуатацию до начала отопления его почему-то не ввели. «В любом случае по счетчику мы платили меньше. То есть это нарушение наших прав, как жильцов дома, потому что управляющая компания не выполнила свои прямые обязательства, потому что они обязаны следить за общедомовыми приборами учета, так как мы ежемесячно платим за содержание жилья, к которому относится прибор учета». Вопросы возникли и к методу перерасчета горячей воды. За январь дом использовал горячую воду в общей сложности на 500 тысяч рублей. Прийти к общему мнению на второй встрече не удалось, как и выстроить диалог. Жильцы дома уверены, что их обсчитали, в то время как управляющая компания утверждает, что перерасчет провели согласно требованиям законодательства. «По цифрам, естественно, у людей возникли сомнения. Мы пытаемся их как-то урегулировать, пытаемся как-то людям объяснить, представляем показания приборов учета и, соответственно, все остальные необходимые цифры. Но на сегодняшний момент пока, насколько я понимаю, вопрос у жителей не решен. Работаем, общаемся». Ответы на волнующие вопросы жители дома на Курчатова, 18, получили в письменной форме. Теперь они планируют подключать к проблеме перерасчета юриста и обращаться в вышестоящие инстанции. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ждать ли в этом году непрерывных майских праздников в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Продлить их планируют за счет январских выходных. Согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства в период январских праздников, утверждают авторы законопроекта. При теплой майской погоде у горожан будет больше возможностей отдохнуть на природе вне дома, что благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма и малого бизнеса. Как считаете, хорошая идея и почему? Январские праздники лучше, конечно, на май перенести, потому что зимой делать-то нечего особо. А в май можно, конечно, съездить. Предложительно. Почему? Ну, потому что людям охота отдохнуть. У кого есть огороды, ну, просто на природе отдохнуть и дома, домашними делами. Нет, я все-таки за январь, потому что там снег, солнце, лыжи, а в мае люди все уедут на огород и будут не отдыхать, а работать. Поэтому отдых должен быть отдыхом. Мне кажется, идея не очень, потому что укорачиваются зимние праздники, а мы студенты, нам нужно готовиться к сессии. Мне бы не хотелось, чтобы переносили праздники на май, потому что в мае у нас очень много работы в школе. Это зависит уже от каждого человека, кто хочет праздновать, какое время года или обстановку ему больше любить. Я вообще считаю, праздников надо меньше. Почему? Я могу не сокращать. Смерть повышается в празднике. Так? Я как медик. Человек просто медиком работает, поэтому у него такая... А так поработали, точнее отдохнули несколько дней, потом все на работу, деньги зарабатывали. Вполне положительно к таковой отношусь. Думаю, люди, особенно те, кто имеют садовые участки, вполне могут себе позволить ухаживать за своим садовым участком в полной мере или съездить куда-нибудь в семье и отдохнуть. Мне нравится очень, потому что май, тепло, зимой можно и на работу ходить, на мой взгляд. Если депутаты быстро рассмотрят инициативу и поддержат ее, то продленные майские праздники могут появиться в производственном календаре этого 2023 года. В таком случае они составят даже не 8 дней, а 11 за счет последних субботы и воскресенья апреля. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 75 бюджетных мест в этом году откроют в Саровском медицинском колледже по направлению «Сестринское дело». Набирать абитуриентов будут на базе как 9, так и 11 классов. Также можно пойти учиться на специальность «Лечебное дело». На обучение там пока она в небюджетной основе. Документы мы будем принимать также 16 июня. Для того, чтобы подать документы, можно воспользоваться сайтом госуслуг. Там персональный модуль организовывается для подачи документов. Можно лично подать документы в колледж. Вступительные испытания, да, у нас проводятся вступительные испытания, поскольку наши специальности подразумевают наличие определенных способностей или психологических качеств. Во время подачи документов будет предложен психологический тест для наших абитуриентов, в результате анализа которого мы сделаем заключение, пригоден данный абитуриент к обучению или нет. Основное условие зачисления – конкурс аттестатов. Будет выстраиваться рейтинг по среднему баллу аттестата, плюс будут учитывать результаты вступительных испытаний. После этого сформируют списки для зачисления. С нового учебного года меняются федеральные и государственные образовательные стандарты. Срок подготовки по специальностям «Сестринское и лечебное дело» будет сокращен ровно на один год. То есть на базе 11 классов студенты будут учиться год и 10 месяцев, на базе 9 классов – 2 года и 10 месяцев. Из стандарта исключили большое количество часов по философии, иностранному языку. Больше внимания теперь будут уделять практической подготовке. Тем более, что к услугам студентов Медколледжа теперь новое современное оборудование, отвечающее всем стандартам. Соотношение практической и теоретической подготовки – 70 к 30%. Практическая подготовка наших студентов осуществляется на базе клинической больницы 50. И с этого года, 1 сентября, мы открываем подготовку на базе Приволжского окружного медицинского центра. Это будет филиал Саровского медицинского колледжа. Там мы будем также обучать по специальности сестринское дело на базе 11 классов, 25 бюджетных мест. Там практическая подготовка будет осуществляться непосредственно на базах Приволжского окружного центра в клинических больницах центра. У студентов есть возможность освоить не только сестринское или лечебное дело. К их услугам дополнительные профессиональные программы – медицинский массаж, косметология и другие. Выпускники активно этим пользуются, и вместо одного диплома получают два или три. Также в медколледже действует программа по стипендиальной поддержке студентов и премиальный фонд. Наши студенты не только учатся, но и активно участвуют в жизни города, в жизни Нижегородской области, региона, всего. Подробная информация о поступлении есть на сайте Саровского медицинского колледжа. Кроме того, учебное заведение проведет дни открытых дверей, на которых абитуриенты смогут поближе познакомиться с жизнью медколледжа и пообщаться со студентами. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Ароматные пироги и кексы, классические и оригинальные пасхальные яйца и главное украшение праздника – куличи и творожные пасхи разных форм и размеров. В честь самого светлого праздника всех православных верующих Пасхи Саровская городская организация ветеранов провела в Доме молодежи фестиваль «Пасхальный перезвон». Я вижу, как красиво накрыты вот эти великолепные столы. Они прям возбуждают аппетит и большой интерес. Хочется тоже подойти, посмотреть. Я уверен, что сегодня в жюри будет очень непростая задача – определить призеров. Одно лишь скажу, что независимо от того, кто одержит победу, мне кажется, вот сам формат организации проведения вы получаете от того, что вы делаете, огромное удовольствие. Это самое главное. Любой стол – четко выверенная праздничная композиция, где важен каждый элемент. Традиционными куличами и яйцами многие не ограничивались. На суджюри представили много разной выпечки, торты, пироги, кексы. Также творчески оформляли и сами куличи. Жемчужина стала победителем от Совета ветеранов третьего микрорайона декоративное яйцо из Иерусалима. Стол был, конечно, необыкновенный. Даже самим понравилось. Во-первых, у нас было искусственное яйцо из Иерусалима. Красные свечи тоже. Яйца лично сама ходила освещать храмы всех святых. Когор. Батюшку предлагали выпить. Ну, сделали и штрудели, и куличи домашние. Ну, я не знаю, и торт. Торт прям это. Придумали название каждому кулинарному изделию, чтобы как-то отличаться от других. Судили конкурсантов, представители духовенства, администрации города, Совета ветеранов и дома молодежи. При оценке изделий учитывали объем, внешний вид, аромат, оригинальность формы и украшение стола. Призерам и победителям вручили благодарственные письма и сувениры от организаторов конкурса. Все вы огромные молодцы. Все вы победители. Все вы имеете такое множество талантов, что говорят, как в древности, ни в сказке сказать, ни пером описать. В завершении праздника для участников подготовили насыщенную концертную программу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Здесь учатся те, кому не только интересно смотреть мультфильмы, но и создавать их. В отделении медиа-студия «Дыши» и юные саровчане погружаются в мир фотоискусства, анимации и видеотворчества. Учатся основам компьютерной графики и журналистики. Школа искусств объявила набор на новый учебный год. Еще одно современное направление школы, в которое ждут талантливых ребят – дизайн. Оформление интерьеров, ландшафта, театральной сцены – все это требует специальных знаний и навыков, которые детям прививают опытные педагоги. Наш преподавательский состав – это коллектив творческих, талантливых людей. Это люди с высшим образованием профессиональным, а также с первой и высшей квалификационной категорией, которые никогда не сдают учиться, постоянно изучают какие-то новые методы работы с детьми, занимаются проектной деятельностью, результаты которой мы видим не только уже на уровне нашего города, но и в области в целом. Особое внимание в школе искусств уделяют музыкальному творчеству. Здесь обучают игре на баяне, домре, гитаре, синтезаторе, изучают вокал и хореографию. Ребятам в возрасте от 10 до 14 лет преподают художественную обработку дерева. Театральное искусство постигают дети 8-10 лет. Для горожан от 18 лет доступны направления акварельной живописи и художественной керамики. В 2023 году детская школа искусств номер 2 объявляет набор по разным направлениям творческой деятельности. Но надо сказать, что направлений таких достаточно много. Есть бюджетное отделение, есть отделение у небюджетное. Школа располагается по двум зданиям. Одно здание находится в старом районе, по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1. И есть здание в новом районе, по адресу Московская, 36. Заявление на поступление в школу принимают с 15 апреля по 15 мая. Затем с 15 мая по 15 июня будут проходить вступительные испытания для претендентов. Подать заявление можно по адресу улицы Силкина, 10, дробь 1. Либо онлайн на официальном сайте школы. Подробная информация о направлениях подготовки и правилах подачи документов по телефону 951-84-951-87. Мы приглашаем всех заинтересованных граждан, саровчан, для обучения в нашей школе. В школе богатый выбор образовательных программ не только для детей школьного и дошкольного возраста, но и для взрослых граждан старше 18 лет. Приглашаем вас в нашу большую творческую семью. Проверить выносливость, крепость мышц и силу воли. 7 мая все любители бега нашего города вновь смогут принять участие в забеге по пересеченной местности Саров-трейл. На выбор спортсменов три дистанции – 5, 10 и 20 километров. Все они проходят по живописной местности. На длинных дистанциях для участников будут организованы питательные пункты, где можно будет подкрепиться. Все дистанции проходят вдоль реки Сатис. И дальше дистанции, которые 10 и 20 километров, уходят туда в сторону Бакалашихи, Серебряных ключей и Союзу. То есть захватываем лесной участок живописный достаточно. И возвращаемся обратно здесь на лыжную базу. Старт и финиш дистанции всех будет здесь у нас на лыжной базе. В прошлом году в Саров-трейл участвовало около сотни саровчан. Причем большинство заявились на самую длинную дистанцию. Сейчас многие спортсмены уже начали подготовку к забегу этого года. Заявки уже просылают, и большинство опять хочет пробежать 20 километров. К забегу готовится и Максим Лобачев. В прошлом году молодой человек уже принимал участие в соревнованиях. Пробежал 20 километров. Ставил себе цель выбежать за 1 час 50 минут. Преодолел дистанцию за 1 час 46 минут. Погода нас немножко так, скажем, обрадовала. В плохом смысле этого слова. Был дождик. То есть мы выбежали, был дождь. Потом был снег. Потом даже град я почувствовал. Сложно было на самом деле. Но, тем не менее, в процессе бега, то есть как бы открылось второе дыхание. И только положительные эмоции. И я даже побегал по таким местам, в которых являюсь хоть и родился здесь. Но в этих местах я даже не был. Помимо привлечения горожан к занятиям спортом, организаторы ставят себе целью показать, какая прекрасная природа в нашем городе и как важно ее беречь. Как рассказал Петр, при подготовке дистанции видно, как много мусора люди оставляют в лесу. Сначала спортсмены убирают его, потом размечают трассы, а через день-два снимают свою разметку, оставляя после себя чистоту. Большая просьба к горожанам. С 6-7 числа будет размечена дистанция, вот в тех местах, где я сказал. Большая просьба, не убирайте, пожалуйста, ленточки. Мы сами все соберем, после того, как участники пробегут. Потому что, если вы убрали разметку с какой-то части дистанции, участники просто могут заблудиться и убежать не туда. Заявки на участие в забеге принимают до 5 мая. Форма есть в группе «Саров Трейл-2023» ВКонтакте. Всем спортсменам также необходимо предоставить медицинскую справку. Победитель на трех дистанциях получит призы. Кроме того, всем участникам вручат памятные медали. Мы приглашаем всех участников, всех горожан бросить вызов самому себе и преодолеть наши дистанции, которые действительно трудные, но очень интересные. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В спорте важно найти то направление, которое ты по-настоящему полюбишь, считает воспитанница спортивной школы «Кар» Дарья Суровяткина. В отделении прыжков на батуте девушка занимается 6 лет. Уже получила разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас стремится стать мастером. Выбирала вид спорта Дарья методом проб и ошибок. Я ходила сначала на легкую атлетику, а в детстве меня отдали на акробатику. Еще в другом зале это было. Я походила, боялась сначала делать всякие упражнения, и мы решили, что я не буду ходить. Потом все-таки я обратно сюда пришла. Я ходила и на легкую атлетику, и на акробатику. А потом я решила, что буду ходить только на акробатику, потому что очень много сил занималась. А это более интересно, чем другие виды спорта. Своя история становления в этом виде спорта есть у каждого юного спортсмена в зале. Воспитанники Икара пришли на первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе, чтобы показать результаты кропотливой работы, долгих изнурительных тренировок и доказать в первую очередь себе, что они настоящие чемпионы. У многих есть свои правила успешного выступления. Если прыгать на разминки, иногда бывает то, что у тебя ничего не получается, но это не вывод расстраиваться, возможно, ты на соревнованиях очень хорошо даже можешь выступить. Перед выступлением я обычно делаю то, что я думаю о своей комбинации, настраиваюсь и думаю, чтобы встать в зону и шагать желательно, и сделать все чисто и раскрыться. Около 130 воспитанников Икара приняли участие в первенстве. У обладателей первого разряда и выше судьи оценивают технику выполнения упражнения и сложность самого элемента. У второго взрослого и третьего юношеского баллы присуждают только за технику. Сегодняшний день я готовила две комбинации. Это планш, два угла с полтом и половинка, два планша. Сальто назад прямое, два сальто с поворотом держать под коленками, то есть, ну, как угол осы. И сальто с поворотом, два сальто назад прямые. Во-первых, комбинация у меня сложность 5 и 2, а во-вторых 6 и 0. Вот. Ну, мне особо лучше первую полегче она, а вторую там как попаду, так и пойду. Победители городского этапа будут защищать честь города на областном соревновании. Анна Филипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова